В преддверии Рождества Христова воспитанники Покровской воскресной школы приняли участие в подготовке к сочельнику и православному празднику. Все ребята знают о празднике немало. Этот праздник очищает нас, подготавливает самому главному в нашей жизни. Он у нас того чая, что люди должны объединяться со своей семьей, не предавать, любить свою семью. Благодаря преподавателю школы Ирины Азалиевой, которая рассказала о важности сочельника, о связанных с ним символах, об украинских традициях и блюдах, которые испокон веков готовили на этот праздник, дети узнали еще больше. Мы узнали, как готовить кутю, как носить, какие обычаи были раньше и как это делать на сегодняшний день. Почему надо свечку ставить? Если свечка колыхается, то Мария, Дева с Иисусом все-таки пришли, что надо игрушки маленькие ложить. Все-таки Иисус, он ребенок, и тоже любит играться. По словам Дианы, она теперь знает, что рассказать своим родителям. Когда приду домой, буду маме и папе рассказывать, что я сегодня узнала и как все-таки надо праздновать. О рождественских традициях и не менее важной духовной подготовке к торжеству рассказал ребятам благочинный Никольского округа, настоятельца Топокровского храма Иерей Николай Крымский. Он отметил, что такие праздники нас объединяют. Сегодня мы здесь собрались вместе накануне Великого Дунадесятого праздника Рождества Христова, чтобы поучаствовать вместе в общем деле, приготовить кутюм, приготовить все те стравы, которые по традиции должны стоять на столе на вечере Христова. В подготовке к празднику принял участие и председатель Приходского совета Святопокровского храма Юрий Тернавский. Он поздравил ребят и родителей с Великим Православным праздником и пожелал, чтобы все встретили его в своем теплом семейном кругу, в атмосфере мира, добра, любви и гармонии. Под руководством Юрия Тернавского воспитанники воскресной школы приготовили сочевое кутюм, главные блюда сочельника. После этого ребята под пение колядок накрыли праздничный стол, где традиционно были приготовлены 12 постных блюд. Считается, что на Рождество Христово небо раскрывается земле и небесные силы исполняют все желания, только желания обязательно должны быть добрыми. Рождество Христово небо раскрывается, славим его!